Мысли вслух. Часто мы слышим в СМИ о слиянии церкви и государства. Ввиду этого хочу вам озвучить два документа одной из митрополий русской православной церкви на эту тему. Я не знаю, как эти два документа оказались в сети. Возможно, кто-то слил, возможно, сама митрополия как-то их где-то на своем сайте публикует. Оба указа идут друг за другом и оба относятся к сегодняшнему месяцу. Первый указ от 11 июня 2020 года. Прото-иерею Игорю. В связи с вашим членством и исполнением должностных обязанностей в политической партии на основании постановления Святейшего Синода Русской Православной Церкви вы освобождаетесь от должности настоятеля, дальше название храма, подчисляетесь за штат епархии с запретом в священнослужении сроком на три года. В состоянии запрещения священнослужения вам воспрещается совершение богослужений и треб. Преподавание благословений, ношение наперстного креста и рясы. В случае игнорирования вами настоящего указа будет инициировано дело об извержении вас из священного сана. Причем, согласно данным из интернета, батюшка состоял не в обыкакой партии, а самой, что ни на есть государственной, Единая Россия. То есть, вот говорят, да, о сращивании церкви и государства. Вот батюшка, получается, услышал и решил сраститься с государством. Но, как мы видим, церковь прореагировала очень строго. Батюшку на три года отправили в запрет. Действительно строго, и эта новость была бы грустной, если бы не следующий указ от 18 июня 2020 года. Протерею Игорю. Учитывая ваше покаяние и обещание впредь оказывать должное послушание вашему законному священноначалью, с вас снимается запрещение священнослужения, и вы восстанавливаетесь в должности настоятеля. Дальше название храма. Вот. То есть, все кончилось хорошо. Я не знаю, почему отец протереи не знал, что клирикам запрещено состоять в партиях. То есть, вроде протереи это значит, что уже служат достаточно долго. То есть, не первый год. Но вот почему-то как-то это от него ускользнуло. Или подумал, что я же не в какую-то, не в какую-либо партию. Как говорит интернет, батюшка состоял в партии Единая Россия. То есть, получается действительно такое слияние с государством. Но мы видим, что церковь такие слияния по-прежнему порицает. И батюшке пришло действительно достаточно строгое наказание. Которое, мы видим, в дальнейшем было снято. Это, на самом деле, тоже в духе церкви. То есть, так вот, например, Василий Великий, который, мы знаем, составил очень строгие правила отлучения от церкви на столько-то лет за такой-то грех, например. Но сам он, когда видел искреннее покаяние людей, мог сократить какой-нибудь там, не знаю, трехлетний, семилетний срок отлучения от церкви, от причастия. Мог сократить до нескольких дней. Так что церковь по-прежнему остается вне политики. И это важно. Батюшка, как гражданин, может иметь ту или иную позицию, но он ее не озвучивает обычно. Почему? Потому что есть прихожане разные в храме. Вот у меня есть, например, знакомые, которые очень сильно любят Владимира Владимировича Путина. А есть знакомые, которые прям очень сильно его не любят. И если я буду озвучивать свою позицию, я тех или иных из моих знакомых расстрою. А я должен быть и для тех, и других батюшкой, священником. Поэтому я, например, свои политические взгляды либо не озвучиваю совсем, либо озвучиваю прямо в очень узком кругу. Но все равно все мы люди, поэтому некоторые батюшки все-таки озвучивают свои политические предпочтения. И эти предпочтения очень разные. Так вот, например, очень известный в Архангельске батюшка, протерей Евгений, без проблем обвиняет президента в лицемерии. И вот давай посмотрим современную форму лицемерия. Как удается людям, опираясь на двойную мораль, заведуемую ложь выдавать за истину и за правду. Это действительно так. Они понимают, наверное, к глубине души, что говорят ложь. Но вот на волне двойных стандартов выдают его за истину. И тем самым оправдывают все свои действия. Попробуем вот сейчас разобрать на неком примере. Вот недавно совсем прямая линия с президентом. Два миллиона вопросов на хозяйственную бытовую тему. Как он говорил, президенту ведь надо заниматься массой дел, внешней политикой, обороноспособностью, глобальными задачами. Почему мы заставляем нашего лидера заниматься вот такими мелкими хозяйственными делами? И вот это вот уже форма лицемерия. Ответ может быть один. Потому что ему это нравится. А если бы он не нравился, он, наверное, бы поставил таких губернаторов, которые бы все решали. И знаете, потом вот эти зеленые папочки, и вот этот эпатаж, эта чванливая спесь, самодовольство, самовосхваление, которое присутствует при всем этом, оно вызывает в духовном плане отрыв. Как это вообще возможно? Но если приходит там в какой-то области 200 тысяч жалоб на хозяйственную тему, ну, убирайте губернатора. Зачем тогда он там сидит? И все просто ведь, да? Но вы поставили людей, которые ничего не делают, и на их фоне блистаете, и вам, значит, это нравится. Вот это крайняя форма лицемерия. Причем и это ведь тоже не про политику. То есть просто батюшка проводил беседу о том, что такое лицемерие. И вот этот пример использовал как иллюстрацию к проповеди. То есть он не пошел куда-то там на баррикады, там говорить, что вот там все плохие. Это не задача церкви. Задача церкви говорить о Христе. И здесь батюшка говорит о Христе. Но поскольку он человек и имеет свои взгляды, в том числе и на политику, он эти взгляды тут тоже между делом озвучил. И не подвергте за это абсолютно никакому прещению со стороны священноначалия. Говорят, вот, церковь не ругает власть. Но церковь не про это. Церковь про Христа. Христос ругал власть? Нет, он говорил. Кесарю Кесарева, Богу Божия. И его, кстати, обвиняли в том, что он не ругает власть. Его распяли в том числе и из-за этого. Потому что люди ждали, что придет Мессия, свергнет римское владычество, и Израиль воцарится над всем миром. А Господь пришел и говорит, царство мое не от мира сего есть. А они хотели от мира. Поэтому мы, церковь, мы не про это. Мы должны заниматься Божьим. А политикой все-таки, наверное, должны заниматься политики. Ну вот представить, да, с завтрашнего дня все батюшки будут ругать власть. И чего? Власть тут же скажет, ой, простите, и изменится. Да? Чего-то сомневаюсь. Власть услышала правду, и все, кирдык стало святой, перестало красть. Взрослые люди, когда их ругает какой-то человек, не являющийся его непосредственным руководителем, они вообще не особо прислушиваются. Наоборот, это больше способно привести к излоблению. И тогда какой смысл ругаться? Они от этого лучше не станут. Мы, мы станем хуже, потому что мы ругаемся. Есть ведь другие варианты что-то поменять. Слышали, наверное, про такой термин, может быть, как soft power, мягкая сила. Еще китайский философ Лао Цзи по поводу нее высказывался. Не совсем по поводу нее, наверное, но вот его такие слова. В мире нет предмета, который бы был слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Ну или русская поговорка о том же «вода камень точит». Поэтому если в какой-то епархии епископ находится в хороших отношениях с главой региона, ну а почему нет? Возможно, через эти добрые отношения ему удастся как-то на него повлиять. Потому что плохими отношениями он точно никак не повлияет. И в чем тут сращивание? Губернатор как не мог вмешиваться в политику церкви, так и не сможет, даже находясь в хороших отношениях с епископом. Более того, я знаю примеры, когда, например, священники пытались через светские власти надавить на своего епископа. Епископат это обычно воспринимает крайне отрицательно, и это приводит не к тем последствиям, которые ожидал тот священник, а наоборот к другим, к противоположным. Поэтому о каком сращивании мы говорим? Поэтому я вот не наблюдаю прям какого-то сращивания церкви и государства. На местах кто-то высказывает свои симпатии действующим властям, кто-то, как мы видим, высказывает свои антипатии. Так что какое сращивание? Церковь на самофинансировании живет за счет пожертвований. Мы, конечно, иногда встречаем какие-то глобальные проекты, где государство там помогло, не знаю, храм построило, но это настолько редко, потому что федеральные статьи расходов, которые бы государство тратило на строительство храмов, ее нет. Строительство храмов это всегда какие-то спонсорские деньги. То есть находится какой-то богатый человек, который хочет, чтобы где-то стояла церковь. И он вкладывается, подтягивает к себе тоже богатых единомышленников и строится храм. Ну а еще чаще батюшке самому приходится искать каких-то спонсоров. Часто община потихонечку либо строит небольшой храм, либо восстанавливает разрушенный. То есть капля за каплей. И спустя десятилетия смотришь, храм восстановился. По поводу освобождения церкви от налогов, в отношении церкви действует такое же законодательство, как действует в отношении всех НКО. То есть церковь освобождена от налогов на деятельность. Ну а если батюшка там получает зарплату, например, или там уборщица получает в храме зарплату, от этого идет и подоходный налог, и отчисление в пенсионный фонд. Земля, на которой стоит храм, на нее платится земельный налог. То есть тут церковь не привилегирована, если сравнивать ее с другими религиозными организациями или даже просто с другими НКО. Ну или, например, по поводу клирикализации. О ней достаточно часто говорят. Ну все-таки для того, чтобы была клирикализация, должно быть достаточно большое число священников. Нет? В России священников, наверное, порядка 35 тысяч. Да, кажется, что число не маленькое, но опять-таки. А если его начать сравнивать с другими какими-нибудь числами? Вот, например, бурых медведей в России порядка 100-120 тысяч. То есть получается, если исходить из этой цифры, то встретить бурого медведя легче, чем православного священника. Просто православные священники по большей части в населенных пунктах, поэтому мы их встречаем чаще, чем бурых медведей. Ну я, по крайней мере. Ну или вот, например, чем занимается священник? Священник это можно сравнить учитель духовной жизни. Посмотрим статистику по учителям в России. На 17-й год. В детских садах России работают 611 тысяч 575 воспитателей. В школах трудятся 1 миллион 229 тысяч 415 учителей. Еще 242 тысячи 470 педагогов работают в сфере дополнительного образования. Ну и там еще разные дополнительные цифры. В итоге получается, что в сфере образования от детского до вузов работают 2 миллиона 446 тысяч 639 россиян. Как вам такое число в сравнении с 35 тысячами священников? Так что, исходя из вышеперечисленного, мы не наблюдаем сращивания церкви и государства. То есть эти утверждения, они, получается, голословны. Вот. Думал шуточный ролик записать по поводу вступления батюшки в единую Россию. А получился серьезный все равно. Ну да ладно. Рад был со всеми вами пообщаться. Подписывайтесь. С вами был Яромонах Александр Митрофанов. До встречи в эфире. С вами был Яромонах Александр Митрофанов.